850 детей получают бесплатные завтраки в Виндовской гимназии. Это малыши из началки и льготные категории старшеклассников. На перемене в 9 часов 10 минут в столовой появляются любопытные мальчишки и девчонки из первых и вторых. Доброе утро, ребят! Приятного аппетита вам! Ребята из первого Д-класса опередили всех. Многим было интересно, что вкусного сегодня для них приготовили. Угодить Афоне Иванову довольно просто. Мальчик любит чай, который всегда есть на столе. Тебе нравится приходить сюда в школьную столовую? Что-то вкусное все равно находишь для себя? Да. А что, расскажи, что больше тебе нравится? Каша. Каша какая? Может, там какая особая? Любая. Сегодня в меню школьной столовой творожный пудинг с вишневой подливкой, бутерброд со сливочным маслом, яблоко и чай. Мне больше нравится всего вот эта запеканка. Часто дают? И может быть, с какими-то другими ягодками хочешь? Мне так нравится. Вот выставлены у нас дополнительные порции организовывают наши повара. И учитель по запросу ребенка с удовольствием берет и ребенок получает свою добавку. Мы всегда радуемся, когда дети едят именно каши, именно творожные запеканки. Потому что, к сожалению, наши многие детки не приучены, наверное. И такой продукт им не очень нравится. Члены Политсовета Единой России Татьяна Квасникова, Наталья Киселева и Анна Державина узнали у ребят, что они предпочитают на завтрак. В топе у многих гимназистов макароны с сыром, а каши и запеканки не особо приветствуются. Мониторинг проходил в рамках реализации партийного проекта «Новая школа». Единорусы считают, что должна быть образовательная политика в плане формирования здорового образа жизни и правильного питания. И она уже в процессе реализации. У нас есть целые курсы, прям разговор о правильном питании, здоровое питание, которые помогают детям как раз сформировать представление о том, что нужно есть, чтобы быть здоровым и сильным. На следующей неделе начнутся каникулы. В конце этого образовательного модуля гимназисты голосуют за качество питания. Гости вместе с ребятами подвели предварительные итоги. Всего в Ленинском городском округе бесплатно получают завтраки около 16 тысяч ребят. Для всех школ действует единое меню, которое разработано в соответствии с требованиями, что приявляются к детскому питанию.